Иисус 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 ты читал слово он сказал нет не читал и вот знаете слово божье называют обумающим словом освещающим словом когда я была списана всеми врачами не надо было все потроха мои вырезать мне место живого не было и по всему позвоночнику были метастазы вести и всюду места живого не было все болело меня только слова исцелила и вот этот проповедник это пастор хорошей церкви вы знаете он боялся взять слова в руки он не мог его читать и посмотрите когда двое учеников они так были долго в присутствии господа иисуса христа они шли в еманус из иерусалима с ними пошел иисус и было присутствие иисуса они были в присутствии иисуса но у них отсутствовало слова не было слова и они не могли узнать этого путника который шел вместе с ними но когда иисус заговорил и как он заговорил он говорил сам о себе все что говорили пророки о нем и только через слово у них открылись глаза и я молилась сегодня за вас те кто смотрели вот эту порнографию те которые попали в гомосексуализм только зайдя в кинотеатр или зайдя по сайту на эту порнографию и вы не можете остановиться возьмите слово и знаете перед тем как вы будете читать это слово есть такое евреям 4 глава 12 стих там написано чтоб слово божье живо и действенно она проникала в вас вы молитесь так просите просто умоляйте евреям 412 чтобы это слово жизнь вас производила действие производила проникала вас до разделения души и духа составов и мозгов и судила и судила ваше помышление и намерение сердечное у бога не остается никакое слово и вы понимаете и многие люди освободились когда они начинали читать слова и молиться есть еще такое слово их легко запомнить эти два места писания хотя бы два места писания и бог сейчас даже вот вы слушаете он вас освобождает он вас освобождает во имя иисуса христа будьте спак свободны от этой гомосексуализма и гомосексуалист от этой зависимости во имя иисуса я повелеваю тебе всякий нечистый дух сексуально разращенности остав этих людей кто нуждается во имя иисуса силы духа святого и крови агнца я повелеваю тебе оставить этих людей во имя иисуса и чтоб этот дух к вам не вернулся я вас умоляю молитесь еще еще колоссианам 3 16 слово божье слово христова вселяйся в меня вместо этих духов вселяйся в меня обильно вы понимаете вы питаетесь этим словом читайте даже если что-то не понимаете но умоляю вас не оставайтесь бездейственными потому что я верю но что-то мне бог сказал что мне это надо сказать что сегодня бог будет освобождать вас от зависимости от порнографии от этого гомосексуализма во имя иисуса христа будьте благословены и еще оксана как время тогда все в следующий раз родные мои и господь говорит что мы побеждаем дьявола мы побеждаем немощь мы побеждаем болезнь кровью агнца и словом свидетельства своего и сегодня здесь вместе с нами и замечательный брат максим куклин когда-то его жизнь она была полностью разрушена были разрушены взаимоотношения с его родными и близкими его оставили все друзья у него не было абсолютно никакого здоровья и он был зависим от наркотической зависимости но сегодня вот уже как 9 лет он стоит свободе и он славит бога что иисус есть господь слава господу максим пожалуйста поделись этим свидетельством да я очень благодарен богу за то что я здесь сегодня на этом месте живой спасенный освобожденный исцеленный я всю славу воздаю только богу я не знаю никого другого кто бы мог еще так спасать кто бы еще мог так исцелять освобождать я искал но больше никого не нашел только господь иисус я ему воздаю всю славу всю честь хочу посвидетельствовать о том что он сделал поделиться этим свидетельством что бог он реально живой и он действует в моей жизни и в жизни каждого человека кто может его кто захочет призвать его в свою жизнь вот очень с раннего возраста я начал уже курить сигареты когда мне было семь лет в 9 лет я попробовал алкоголь в 12 лет я попробовал марихуану в 21 мою жизнь пришел уже более тяжелый наркотик такой как героин вот я употреблял героин 4 года за это время наркотик он разрушил полностью всю мою жизнь я потерял работу были разрушены все взаимоотношения с родными и близкими от меня отвернулись все друзья мне просто не хотелось жить но и умереть мне было страшно я не знал что мне делать на тот момент я пытался своими силами как-то избавиться от этой зависимости освободиться но у меня ничего не получалось я уезжал в другие в другой город я уезжал в деревню тоже ничего не помогало я лежал четыре раза в наркологии каждый раз из раза в раз но это тоже не помогало и в последний раз когда я лежал в наркологии ко мне пришли верующие люди вот с нашей церкви они помолились они сказали о том что есть тот кто может тебе помочь кто может исцелить тебя кто может тебя освободить от этого дать тебе новую другую жизнь я поверил в это я помолился молитвы покаяния может быть на тот момент я даже не осознавал тогда но просто я произнес эту молитву покаяния и уже через две недели бог он начал работать действовать моей жизни я уехал в христианский реабилитационный центр там я начал читать библию слово божье я начал общаться с верующими людьми я просто бог коснулся моего сердца я принял его иисуса христа своим господом и спасителем я доверил ему свою жизнь и он избавил меня от этой зависимости он изменил меня полностью он восстановил все мои взаимоотношения с родными и близкими я сегодня приезжаю к родителям к родным они очень рады меня видеть я очень благодарен богу и знаете на тот момент когда я поехал в центр реабилитации мне мешала только зависимость но там я понял что нужно искать не исцеление не освобождение но самого бога и когда я начал искать самого бога в молитве слове божьем в песне в прославление в поклонение богу тогда вот пришла свобода и бог дал эту свободу у меня сегодня благодарное сердце что я могу также помогает другим людям кто находится в зависимости сегодня я смотрю у нас городе ижевске очень много молодежи кто находится в этой проблеме вот мы в наркологию ездим и бог он просто прилагает вот только бог может помочь спасти я просто верю а хотелось еще сказать что на фоне всего этого когда употреблял наркотики у меня был гепатит c и я сдал анализ он да это вирусное заболевание и он не исцеляется но во прошествии когда я прошел реабилитацию покаялся я сдал анализы и врач он просто удивился он снял этот анализ то есть бог исцелил мою печень он исцелил меня от гепатита c это чудо которое бог сотворил моей жизни вот и я хочу просто воздать всю славу богу нашему господь господь теперь вся слава и я давайте вместе я верю что это свидетельство я не для себя но для господа я хочу просто прославить бога что и сказать о том что есть этот выход есть надежда есть спасение также и родные близкие родители молитесь не переставайте приходите ищите бога и вы обязательно увидите ответ на ваши молитвы бог слышит он рядом и давайте мы помолимся сейчас этой молитвой просто призовем имя господа свою жизнь дорогой господь я благодарю тебя за сына твоего иисуса христа иисус я прошу тебя приди в мою жизнь войди в мое сердце измени мою жизнь помоги мне освободиться от этой зависимости господь я доверяю тебе свою жизнь во имя иисуса христа я верю что ты принимаешь эту молитву и слышишь меня я молился тебе во имя отца и сына и святого духа аминь и мы все можем силой возлюбившего нас господа иисуса христа аминь да ты все преодолеешь это сейчас снова песни к тебе ты все преодолеешь не своей силы но силой возлюбившего тебя господа иисуса христа принимай сейчас эти исцеляющие помазание помазание духом святым ибо не воинством не силою но духом святым и он касается тебя прямо сейчас от макушки головы до подушечки ног плечит меня на пути моих дел даст мне крылья и силу лететь ничего не боюсь потому что со мной всемогущий и сильный господь все могу силой возлюбившего моего царя все могу с тобой все могу силой возлюбившего моего царя все могу с тобой о 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 Слава Господу! Будь благословит каждую мамочку, каждого отца, который стоит в молитвенном проломе за своих детей, во имя Иисуса Христа, если что невозможное Богу, молитесь священным писанием, слушайте Духа Святого. И сейчас рядом со мной стоит замечательная сестра Наталья Белозерова. И знаете, она долгие годы веря, но в ее жизнь пришла беда. И так важно, как учит нас Господь быть внимательными к слышанию Его Слова. И сейчас она поделится этим свидетельством, что в течение всего этого процесса, когда она получала свое чудо и исцеление, она была вводима Духом Святым. Она внимательно слушала голос Духа Святого. И пусть Бог благословит вас искать лица Божьего, быть внимательным к слышанию Его голоса, чтобы вы не думали, что исцеление должно быть так или так, но разрешали Духу Святому вести вас во имя Иисуса Христа. Я Наташенька, наш Бог великий, и вся моя жизнь этому доказательства и свидетельства. Так случилось, что в прошлом году Господь повел меня без особых на то причин пройти обследование щитовидной железы. У меня не было никаких показаний врачей к этому и жалоб со стороны здоровья. В мае прошлого года мне поставили диагноз рак щитовидной железы. Что такое рак, я вообще не представляла до этого момента, просто я знала, что люди мучительно умирают от этого диагноза. И первая моя реакция была, первые мои слова были Господу, Господи, но ведь из руки-то Твоей меня точно никто не отнимет. Что бы ни случилось, это же самое главное. Я начала Господу задавать вопросы, Господи, на чем же я согрешила, где открыли двери, в чем виноваты перед Тобой. И он мне сказал, очень нежно и тихо проговорил, ты не грешнее многих. Я дальше начала задавать им вопросы, а что ты думаешь по поводу этой ситуации и где здесь ты? И он мне высветил местописание Иоанна 11 глава Евангелия от Иоанна, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Я никому ничего не хотела говорить, мне хотелось сокрыться от людей, в Боге, отгордиться от этого мира, в тишине и уповании найти его. И пришло такое понимание, что об этом не надо говорить, не надо воевать, здесь как-то все должно было быть по-другому. Пришла уверенность, я буду свидетельствовать. О чем буду свидетельствовать и как, я тогда даже просто не представляла. И Господь повел меня в пост на 21 день, как раз, получалось, до операции. И проходя по своей жизни через многие сложные жизненные ситуации, Господь научил меня в каждой ситуации взыскивать его лица, спрашивать его и ждать откровения по Слову Божьему на каждую конкретную ситуацию. И здесь у меня была такая острая нужда, такое острое желание услышать его, понять, какие места Писания Господь приготовил для этой ситуации. Ну, как у нас принято, если мы болеем, значит, нужно молиться за исцеление. И я нашла много мест Писания про исцеление, начинаю молиться, а молитва не идет, опять молюсь, а мира внутри нет. И отбросив всякую суету и заглушив голос разума, я услышала то, что Господь приготовил для меня. Это были такие места Писания, Аввакум 3.17, даже хотя бы не расцвела санковница. И тогда я буду радоваться о Господе, буду веселиться о Боге моем. Захария, 4 глава. Не воинством и не силу, но Духом моим, говорит Господь, что ты, рак передо мной, ты, равнина. И Господь мне дал глубокое откровение, Сераф, 28 глава, о том, какое место в нашей жизни занимают врачи. И особенно ключевым местом был 12 стих. «Принеси Богу жертву хвалу, как бы умирающий, и дай место врачу, и они уничтожат болезнь твою». Ну, я принесла жертву и пошла, и собралась на операцию. В течение этих трех недель поста у меня было очень-очень тяжелое состояние, оно было просто ужасно. У меня было дикое огонь, страх, отчаяние. Потом приходила такой мир, радость, глубокая-глубокая радость, которую я никогда не представляла, не знала. И вот эти состояния, они сменялись друг за другом. Эта борьба продолжалась в течение всех трех недель. И в конце этих трех недель пришло такое умиротворение. И я понимала, что такое войти в покой Божий. Это такая безмятежность, это такая уверенность, что бы ни случилось, какой бы диагноз ни был. А я не знала, что со мной будет дальше. Я просто знала, что я в его руке. Я вошла в такое доверие упования на Бога, в каком я ни была за 25 лет своего хождения в Господи. И когда я пошла на операцию, я пошла в таком мире, в таком покое, и у меня была такая радость, такое веселье. И я видела, когда я пришла в больницу, в онкологию, представляете, да, этим заражались те люди, которые были рядом со мной. Когда я молилась о исцелении, я представляла, что это будет примерно так. Не сделают операцию, придет окончательный анализ, врач скажет, ваш диагноз не подтвердится. Я скажу, слава Богу, и буду свидетельствовать. Раз я обещала Господу, ну, получилось так, что пришел окончательный результат, диагноз подтвердился, и я спрашиваю Господа, ну, без претензий просто, папочка, а как же исцеление? Ну, как, о чем я буду вообще тогда свидетельствовать? Я вообще-то себе представляла все по-другому. И, знаете, Господь, Он очень так тихо и нежно, как маленькому ребенку сказал, ну, я же тебе сказал, что я исцелю тебя руками врачей. Господь, Он исполнил просто это слово от начала и до конца. Я просила перед операцией, очень коротко помолилась, Господь, оставь мне полностью щитовидную железу, потому что если убирают какую-то часть, то это пожизненно нужно будет принимать гормональные таблетки. Мне врачи перед операцией сказали, что ее оставляют, только стараются сохранить молодым и нерожавшим. Ну, в эту категорию я уже давно не вхожу, поэтому вот попросила, Господь, оставь, сделай это чудо. И вы знаете, Он его сотворил. Мне полностью оставили щитовидную железу, убрали только перешей, которые гормоны не вырабатывают. В операции врачи удивлялись, что у меня анализ на гормоны, он в норме, и я не принимала никаких лекарств. Также Господь позаботился о том, о чем я вообще даже не представляла, даже и не думала. На моем теле остался очень небольшой, едва заметный рубец. И врачи, когда его видят, спрашивают, вы в Питере делали операцию? Только там такие получаются швы, потому что там щит не руками, а на специальном медицинском оборудовании запаивают. Вы представляете, Господь взял руки хирурга и нежно, очень аккуратно, заботливо вышивал такой шовчик, что этот рубец сейчас вообще едва заметен. И диагноз, который мне поставили, был в первой стадии, милость Господа заключалась в том, что это была не агрессивная форма рака. И после операции я продолжала задавать вопросы Господа, что это вообще такое было? Я столько вере хожу, 25 лет, и вообще представляла, что не должно быть такой же с верующей линией. Он мне сказал, я разорил все намерения врага на твою жизнь. Я сначала не поняла, что это такое, а потом, слушая проповедь Адохи и Завели, узнаю, что есть такая статистика, что каждая пятая женщина через 5 лет после мучительного развода, а так раз была моя ситуация, умирает от рака. И у меня огромная благодарность Господу, что по милости его через близкие отношения с ним он повел меня таким образом, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. И все, абсолютно все врачи, которые видят мою карту и читают заключение после операции, они все очень сильно удивляются, как ты так обнаружен. Когда я говорю, что я сама пошла на обследование, ну, они пытаются узнать, с чего вдруг я пошла-то туда. Но самое ценное, что я вынесла из этой ситуации, это очень много откровений. И одно из них, которое Господь мне дал, что не исцеление важно, да, оно благо, не благословения нам нужны. Нам нужен сам Господь, нам нужен Целитель, нам нужен благословляющий. И победа не в исцелении, и победа не в получении благословений, и победа не в получении материальных благ, а победа вот в этом огромном, глубоком утешении, которое можно познать и получить только когда имеешь скорбь. Написано, что при умножении скорбей умножается утешение наше. И что это такое, я познала на собственной жизни. И сейчас я хочу помолиться вместе с вами. Вот я, кто находится, для тех людей, которые находятся в отчаянии, которые в угнетении, которые не имеют никакой надежды. Вот я, Господи, такой, какой я есть. Ты знаешь все. Мне нужен Ты, Господь. А все остальное помоги мне почитать четою. Помоги мне, я хочу, Господь, все остальное почитать четою. И найти только Тебя. И дай мне, Господи, познать ту любовь, которую Ты имеешь ко мне. Господи, и дай мне уверовать в нее. И пусть это будет не умственная вера, но пусть это будет, Господь, сердечная вера, чтобы я приняла себя, как Твоего ребенка. Чтобы я поняла, Господь, что все, что вокруг, оно не так важно. Что это такое благо, что такое счастье, это такая радость. Ходить в близких отношениях с Тобой, Господь. Милости Твоей прошу, помоги мне. И вот как Яков боролся с Богом, я говорю тебе, Господь, я вцепляюсь в Тебя, пока Ты не благословишь меня. А когда благословишь, Господь, я еще сильнее вцеплюсь в Тебя, потому что, Господи, мне больше некому идти. И милости Твоей прошу, Господь, когда я получу от Тебя благословение и исцеление, помоги мне не отвернуться от Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы призываем прямо сейчас кровь Иисуса Христа, которая говорит сильнее, нежели Авелева, на Твою жизнь, на Твою судьбу. Мы провозглашаем исцеление через кровь Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа внутри Тебя, кровь Иисуса Христа вокруг Тебя, кровь Иисуса Христа между Тобою и всем злом и автором зла. Во имя Иисуса Христа. Пусть кровь Христа, она овоет каждую клеточку Твоего организма. Пусть кровь Иисуса Христа, она течет по всем Твоим сухожилиям, по всем Твоим венам, по всем Твоим сосудам. Во имя Иисуса Христа, ибо одной капли крови Иисуса Христа достаточно, чтобы исцелить, Чтобы освободить, чтобы восстановить твою жизнь и судьбу. Там, где ты сейчас есть, ты подними свои руки Господу И скажи Ему, я стою перед лицом твоим, И я благодарю тебя, что ты касаешься меня, драгоценный Дух Святой, И я провозглашаю чудо исцеления своей жизнью Через твою святую драгоценную кровь во имя Иисуса Христа. Одной капли крови святой достаточно Простить, исцелить, освободить Одной капли крови святой достаточно Чтобы грешника жизни возродить Пусть твоя кровь меня моет Пусть твоя кровь меня покроет Пусть твоя кровь меня покроет Через кровь меня покроет О, Христос, спаси, сохрани О, Христос, спаси, сохрани Одной капли к нам и с тобой достаточно Прости и сын тебя заводи Одной капли к нам и с тобой достаточно Чтоб грешника в свете позади Одной капли к нам и с тобой достаточно Прости и сын тебя заводи Одной капли к нам и с тобой достаточно Чтобы грешника в жизни возвратить И пришли молитвенные просьбы Прошу молиться за дочь Оксану Не может забеременеть много лет Пробовали ЭКО, не получается Надежда только на Господа Гульнара Прошу молиться за женщину по имени Ольга У нее рак печени Карина, Россия, Новосибирск Прошу вас помолиться за мою подругу Аллу У которой трое детей У Аллы рак четвертой степени Прошла двадцать химий И сейчас уже две недели в тяжелом состоянии в больнице Дорогой Господь, мы просираем к Тебе наши руки Мы просираемся к Тебе в молитве во имя Иисуса Христа За всех этих людей За Наталью Узбекистан, Господь За исцеление ее внука Артемия Во имя Иисуса Христа Мы просим Тебя, Господь, за Ирину, Господь За сестру ее Лидию За исцеление от рака молочной железы И как-то Иисус проклял своком лицу И она засохла на корня Мы прямо сейчас проклинаем Этот дух раком во имя Иисуса Христа И повелеваем оставить это тело Во имя Иисуса Христа Мы утверждаем полноту исцеления Через кровь Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа На всех этих раковых клетках И они прямо сейчас уходят из этих организмов Во имя Иисуса Христа Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа Также, Господь, за дочь Оксану Которая не может забеременеть много лет Боже, мы просим Тебя дару и силу Ибо Ты даешь эту силу Прямо сейчас коснись Господь Эту Оксану Да и силу Господь забеременеть Силу выносить И силу родить Во имя Иисуса Христа Мудрых, благословенных, здоровых детей Во имя Иисуса мы благословляем Ольгу, у которой рак печени Во имя Иисуса Христа И мы проклинаем все клетки раковые в ее печени И говорим, засохните Да не будет от вас никакого плода Во имя Иисуса Христа Мы молимся также Господь За Аллу, у которой трое детей И Аллый рак четвертой степени Божья Удаляй сейчас руку в руку Во имя Иисуса Господи, ты великий и силовущий Бог Сила Святого Духа Господи, наполни Наполни от бабушки головы Для подошвы ног Эту женщину Аула Во имя Иисуса Христа Вытесняя всякую левость Вытесняя всякую болезнь Во имя Иисуса Христа И мы постанавливаем духовный мир Что ранами Иисуса Христа Все эти люди исцелены Удаляй руку в руку Скажи, ранами Иисуса Христа Все эти люди исцелены Мы постанавливаем это слово Бога Датчик, Слово Святого Духа Ранами Иисуса Христа Вы исцелены Во имя Иисуса Христа И весь народ Божий до воскресня Аминь И еще раз Аминь И еще раз Аминь Слава Господу, дай Богу большую славу Аминь Я верю, что сердце Бога Оно с вами Ищите лица Ищите лица Божьего Ибо от Него Приходит это чудо Слушайте голос Духа Святого Мы благословляем вас Этими близкими взаимоотношениями с Богом Ищите не просто исцеление Ищите самого Целителя Во имя Иисуса Христа Для Него нет ничего невозможного Пусть Господь да благословит каждого из вас И сейчас Свидетельство Виктория Викушка Это молодая девушка Она родилась в церкви У нее верующие родители И однажды у нее очень сильно заболел позвоночник Что она не могла Ни прыгать Ни бегать Ни сидеть Это были очень страшные Сильные боли Конечно же ее это очень беспокоило Я Виктория Потому что мало времени Уже расскажу твое свидетельство А ты дополнишь немножко И они пошли вместе с мамой Сделать МРТ и снимок И МРТ и снимок показали Что у нее сильное искривление позвоночника сколиоз И стерты межпозвоночные диски Стерты межпозвоночные диски И когда она узнала такой диагноз Она конечно вызвала Господу И был воскресный день служения Она пришла на служение с верой в своем сердце Что Господь Ведь ты целитель Ведь ты можешь меня исцелить И она встала в хор в прославление И поклонялась Богу И в это время Бог даровал слово знания И проговорил Что Бог касается сейчас Человека у которого больной позвоночник Он касается ваших позвонков И восстанавливает И Виктория Она сразу же сказала Господь, Отец Это мое Это мое Это я Я принимаю это исцеление И как только она сказала Что да Это мое Я принимаю это исцеление Виктория Скажи, что произошло? Я почувствовала сильный горячий толчок в спину Именно в том месте, где болела И горячий Как будто ему кипяток Он прошелся просто с макушки головы До подошвы ног И я поняла, что это Бог исцелил меня И вот уже больше года У меня ни разу не болела поясница Вся слава Богу И сейчас она может и бегать, и прыгать, и еще для Господа танцевать Поэтому, когда вы слышите слово знания Потому что Бог заинтересован в каждой судьбе Заинтересован в каждой жизни Чтобы в вашем сердце была такая же вера Господь, я беру это Это мое Во имя Иисуса Христа И мы благословляем Уже показывают, что заканчиваем мы эфир Мы уже заканчиваем эфир Мы любим вас Но сильнее всех вас любит Бог Так, конечно, может быть Может буквально две минуты Еще есть одно свидетельство Сашенька, пойдем Слава Богу Понимаете, вот человек Нет? Уже говорят нет Хорошо Давайте мы все протянем руки и скажем Да благословит вас Господь И сохранит вас Да презрит на вас Господь светлым лицом своим И помилует вас Да обратит Господь лицо свое на вас И даст вам мир Пусть вы в Боге найдете этот мир Который превыше всякого ума Это утешение Это сладостное общение с Богом Господь да благословит вас И вы ожидайте Что Бог дальше двигается И исцеление ваше Скоро да возрастет Господь да благословит Слава Богу Слава Богу Субтитры создавал DimaTorzok